Команда Гамбит Еспортс, в состав которой входит россиянин, украинец и три казаха, выиграла первенство по контр-страйку. Это одна из самых популярных в мире компьютерных игр стрелялок. Чемпионат прошел в польском Кракове. В финале ребятам из СНГ противостояли бразильцы. Главный приз составил полмиллиона долларов. Кстати, в одном из российских вузов может появиться факультет киберспорта. С таким предложением к правительству обратился 26-летний депутат Госдумы Борис Чернышев. Он считает, что компьютерные игры тоже полезны для здоровья. Марат Сегдиков погрузился в тему и понял, что на самом деле все не так виртуально, как кажется на первый взгляд. Пока это просто предложение, но с другой стороны могли бы мы лет так 20 назад подумать, что компьютерные стрелялки станут у нас, да и во многих других странах, официальным видом спорта. Причем таким видом спорта, где крутятся огромные деньги, интерес к которому растет вместе с развитием технологий. Чтобы понимать порядок цифр, скажу, что есть такие турниры, где призовой фонд составляет 20 миллионов долларов. Для сравнения, призовой фонд теннисного турнира Australian Open 30 миллионов долларов, но это кубок большого шлема. Так вот, насколько я понимаю депутатскую инициативу, речь идет не о том, чтобы создать факультет, где будут учить играть. Ведь и футболу, и волейболу обучают в клубах, а не в университетских аудиториях. Речь о том, чтобы выпускать специалистов, которые будут обслуживать новую инфраструктуру киберспорта. Самая большая необходимость это менеджмент, это реклама, это умение двигать эти продукты, это умение работать с аудиторией, в целом каким-то образом развлекать ее, делать продукты из киберспорта, которые интересны зрителям. И здесь уже намного большее пересечение со спортивными дисциплинами. Есть факультет спортивных трансляций, телевидения, комментирования. Это те области, в которых действительно вы можете чему-то учить людей. Но и опять-таки в киберспорте все пока очень демократично, в том значении, что ты всегда себя... Если ты любишь киберспорт, ты себя в нем найдешь. Или он там найдет что-то в тебе, заберет твою душу, и ты будешь всю жизнь играть в эти классные офигенные игры. Да, пока это действительно спорт лишь со своими внутренними правилами. Ни запрещенных допингов тебе, ни санкций, а нагрузки здесь бешеные, причем на мозг. Есть в киберспорте такой термин – количество осмысленных действий за 60 секунд. Показатель обычного человека – 150-180. У профессионального киберспортсмена примерно 400, у некоторых – 700-800. Финалы крупных турниров при такой вот нагрузке длятся до трех часов. Например, американские спортсмены даже не скрывают, что принимают стимуляторы. У ВАДа с киберспортом нет никаких отношений. Может быть, они появятся, если киберспорт станет олимпийским. Такие разговоры давно идут. МОК уже анонсировал получение киберспортом олимпийского статуса. Не знают только, каким он будет видом – летним или зимним. А значит, создав факультет киберспорта в одном из профильных вузов, мы станем на шаг ближе к олимпийским медалям в скором будущем. Марат Седиков разбирался, может ли киберспорт стать официальной учебной дисциплиной. Но это программа «Сегодня». Смотрите через несколько минут.